Собор старинного московского заиконоспасского монастыря в Китай-городе передан в собственность Русской Православной Церкви. Монастырь был основан в 1600 году Борисом Годуновым, упразднен в советское время. Его в зданиях и в Спасском соборе разместили государственные учреждения. В Луноцеркви Спасский храм вернулся лишь в 1992 году, и уже в июле здесь прошло первое богослужение. Сам монастырь был возрожден в 2010 году. На протяжении многих лет Православная Церковь пыталась возвратить принадлежащую ей до революции собственность. И вот знаменательный день настал. Подробности в сюжете Галины Ледвиной. Своё название заиконоспасский монастырь получил от своего расположения за лавками, где торговали иконами. Именно здесь находилась знаменитая славяно-греко-латинская академия, первое высшее учебное заведение в России. Её здание не сохранилось, но во внутреннем дворе высится главная достопримечательность заиконоспасской обители – собор спаса нерукотворного. На протяжении многих лет монастырь пытался возвратить принадлежавшую ему до революции собственность. Вот у нас 15 уже братьев, которые официально зачислены по указу Святейшего Патриарха. И также есть ещё несколько человек, которые готовятся поступить к братьям. Но, к сожалению, из-за того, что недостаточно помещений, мы, конечно, приходится частью, у нас скитун просто сейчас проживает. Миссионерская деятельность у нас богословские курсы, пятигодичные, высшие знаменские богословские курсы для мирян. Программа фактически приближена к семинарской, за исключением пасторских дисциплин. Также у нас есть славяно-корейский центр. Знаменательный день настал. Принято решение передать в собственность церкви Спасский собор. Перед подписанием акта участники этого события совершили соборную молитву в старинном нижнем храме Собора Спаса нерукотворного образа. Стою небесный, удержителю души и сечеты. Торжественная церемония передачи заиконоспасского монастыря в собственность русской церкви состоялась при участии представителей центрального аппарата руссимущества, наместника, братья и клириков обители. Свои подписи в документе поставили председатель финансово-хозяйственного управления Московского патриархата, архиепископ Егорьевский Марк и заместитель руководителя территориального управления Савр Сатаев. Это событие стало первым случаем передачи в собственность церкви исторического здания в Москве. Это место истерзано алчными стремлениями коммерсантов, но мы рады, что государство обратило свое внимание на это место и государственный подход взял верх. Мы получаем сегодня первое здание, храм. С храма начинается все. Здесь уже в течение долгого времени существуют монастыри, существуют братья и самое главное есть духовная жизнь религиозная. Мы подошли к завершению первого этапа передачи имущества за икону Спасскому монастырю. Сегодня мы передаем в Спасский собор, в нижний храм Спасского собора. Действительно, работа длинная, долгая, на протяжении длительного времени, сопряженная с трудностями, но работа с совместными усилиями Росимущества, Русской Православной Церкви, мы сегодня пришли к этому результату. Росимущество в силу своих обязанностей и полномочий будет продолжать эту полномерную работу и связанную с передачей всего имущественного комплекса в монастырь. За иконоспасский монастырь находится в самом центре столицы. Восстановлен храм и отреставрирована колокольня. Совершаются богослужения. При монастыре работает молодежный центр и воскресная школа. Как отметил архиепископ Марк, когда принадлежащие монастырю здания будут возвращены, он станет духовным центром Москвы.